Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. У моей гости было очень много видений Небесного Царства. Она узнала много секретов Небесного Царства. Бог поручил ей поделиться этими тайнами, чтобы вы воспользовались ими сейчас на этой земле. Могу сказать, что ваша вера взлетит очень высоко. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Мы сняли с Лори выпуск передачи «Должно быть что-то еще», которое можно посмотреть в онлайн-сети ISN. Там наша гостья отвечает на самые удивительные вопросы о рае. Она ответит и на ваши вопросы. Рай — это интересно и чудесно. На небесах больше житейских радостей, чем на земле. Там люди узнают Бога и изучают Святое Писание. Это интересно. И если вы пекарь или художник, то в раю есть магазины, где вы сможете продать свой товар или произведение. Люди проводят время с семьей. Они устраивают пикники. Там будут всевозможные совместные развлечения. На небе очень-очень интересно. Мы полюбим рай. Это удивительное место. В той комнате кипит работа. Там установлены экраны, где показывают события из жизни людей, которые жили на земле. Мы будем переживать там благословения. О, я хочу это увидеть. Господь Иисус Христос обратил внимание на боль и страдания людей. Он обратил внимание на детей, которых продавали в рабство или которых били. Иисус отправлял тех, кто помогал людям, попавшим в эти ситуации. Это потрясло меня. Появилась группа людей, которые хвалили Бога. Бог живет среди хвалы Своего народа. Он смотрел на страдания тех, кто оказался в ситуациях, где им причинили боль. Я попала туда за секунду. Каждый день Иисус Христос видит много боли. Невероятно! Это удивило меня. В раю я увидела собачку по кличке Снежок, с которой я играла, когда мне было шесть лет. Если у вас есть питомцы, то есть два требования. Надо любить и заботиться о них. Бог видит это. Любовь – это очень важная добродетель. Итак, все питомцы идут в рай. Как я уже сказала, в раю есть домашние животные. В раю обитают красивые собаки и миленькие кошечки. Но их владельца я не видела. Их владелец не познал Иисуса как спасителя, поэтому такие люди отделены от Бога навечно. Меня учили так – песик сдох, и на этом все. Меня шокировало то, что я увидела в раю мою собачку. Лори, расскажите о видении, которое спасло вас когда-то. О, да. У меня было видение от Бога, во время которого я переживала не самые лучшие времена в своей жизни. Бог спросил ангела, где она. Я подумала, где я? Ангел ответил, она под давлением обстоятельств. По просьбе ангела Господь поднял меня. Мы пошли с ангелом. Христос сказал, иди. Я очень удивилась этому. Он хотел, чтобы я поднялась к Нему. К Нему подходили другие невесты. Я тоже подошла к Иисусу. После этого мой ангел показал мне нехоженную тропинку. И я подумала, а почему мы пошли туда? И я увидела пятна на моем платье, а еще грязь. Но Бог повелел ангелу вести меня. Поэтому пути шли люди, которые просили дать им есть. Они нуждались в пище. Я поняла, я невеста Христа. Я могу поделиться с ними явствами с брачного банкета. После этого мне захотелось молиться о них. Бог услышал молитву. Разве тебя откажут в пище на брачном пире? Потом я усвоила кое-что. Я захотела, чтобы все эти люди, кому я посмотрю в глаза, стали частью брачного торжества Агонца Иисуса Христа. Я просила и прошу Христа об этом. Боже, если я посмотрю человеку в лицо, то, пожалуйста, запиши его в книгу жизни. Вы посмотрите на них вот сейчас. Молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, Ты сотворил небеса, землю, и Ты сотворил меня. Спасибо за то, что Ты отправил Иисуса ради меня на землю, ради нас. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты пролил Свою кровь для того, чтобы искупить меня от моих грехов. Спасибо. Иисус, прости меня за грехи, сделанные против Тебя. Прости меня и спаси меня от ада и преисподней. Спаси меня от Его черного огня. Поставь меня на путь, который ведет в рай после смерти. Господь, дай мне Святого Духа. Пусть Он будет со мной и поведет за собой. Будь моим Господом всегда. Боже, я хочу всегда быть с Тобой на свадебном торжестве. Я посвящаю жизнь Тебе. Ты мой Спаситель. Возьми мою жизнь. Я обещаю быть верной Тебе. Я люблю Тебя. Я верю, что я Твое Дитя. Аминь. Лори, одно из ваших видений от Небесного Отца спасло вам жизнь. Эти видения для всех телезрителей, а не для вас. Лори словно взяла небесный кислород и принесла его для вас на эту землю, чтобы вы дышали им. Расскажите о видении, которое изменило ваше восприятие себя. Что вы видели? Спасибо. Сид, вы знаете, я пришла в рай с двумя ангелами, с одеяниями на крыльях. Они привели меня к Богу. Я видела Его сверху. Его окружили люди. Один из ангелов сообщил Господу. Она здесь. Я знала, что Он сказал это обо мне. Он сказал, она здесь. Бог взглянул вверх. Он хотел, чтобы я спустилась к Нему побыстрее. Спустившись, я осмотрела платье. Такое платье нельзя носить на небесах. У Него была безвкусная расцветка. К тому же оно было будничным для рая. Его нельзя было носить там. Мне захотелось скрыть свое платье. Он приближался. Я не хотела, чтобы Бог увидел мое платье. Он положил руку мне на лицо. Это было потрясающе. Но я не хотела этого. Не трогай меня. Бог стал серьезным. Он спросил, что случилось. Я не верю, что я такая, какой ты видишь меня. Я ничего не значу. И я заурядная. Тепло ушло. Но Бог сказал, продолжай. С моих губ слетели слова. Я не верю твоим словам. Ты не исполнишь то, что ты обещал. Бог сказал, продолжай. Он не оставил меня. Я сказала, я проститутка. Это удивило меня. Я никогда не торговала своим телом, но торговала чем-то другим. Я старалась поступать таким образом, чтобы это доставляло удовольствие окружающим меня людям. Говорила так, чтобы им понравиться. Вы угождали? Да. В раю Господь видел, что я не лучшей проститутки. Господь Иисус посмотрел мне в глаза и сказал, Лори, ты была такой, пока я не спас тебя. Теперь ты другая. Я знаю, какая я. Он спас меня. Он сказал, ты выбрала верить в это. Сомнения оставили меня, потому что я принадлежала Господу Богу. Мне нравится это. Я верю в это. Хотя враг хочет украсть это у нас. Он хочет украсть то, что мы верим в Бога. Прочитайте книгу о видениях Лори и послушайте ее учения на дисках. Это станет частью вашей жизни, потому что дьявол побеждается кровью Агнца и словами нашего свидетельства. Послушайте, учение Лори. Вы получите то же самое откровение, как и у нее. Итак, это одна из моих любимых тем, о которых говорят очень редко. У вас было еще одно видение. В церкви о таком говорят не часто. Это страх Господень. Расскажите. В этом видении я была в раю. Я прислонилась к спинке скамьи. Там я увидела трон. Я прислонилась к скамье. Мы попали в комнату, где люди молились, посылая свои прошения Господу Богу. Они обращались к Нему. Дело в том, что туман разделял Бога и место, где стояли люди. Я видела все сквозь туман. Я знала, это страх Божий. Туман – это страх перед Господом. Люди пытались подойти к Богу. Они устали. Некоторые поднимались до самого верха. В комнате меня удивило, что покрытие пола служило своего рода указателем состояния сердца. У праведных ноги были светлей, чем у других. Они молились Богу с дерзостью. Люди требовали у Господа и провозглашали то, что Он не хотел им давать. Они не видели Господа Бога, потому что они не уважали Его. Если бы они боялись Его, то туман рассеялся бы, и они увидели бы своего Создателя. Нам нужно иметь почтение ко Творцу, когда мы говорим о Нем, с Ним и когда мы приходим к Нему. Нам надо бояться Бога. Страх – это не только начало мудрости, но и видение Бога без помех. Я поняла то, что те молитвенники не чтили Господа. Я считала, «Я тоже не боюсь Бога». Я прислонилась к скамье. Если хочешь пойти в рай и говорить с Богом, то научись бояться Его. Стремитесь наполниться Божьим страхом. Просите Бога о страхе. Вы готовы принять видение о небесах от сестры Лори? Люди слушают учения Лори о ее видениях. Это бросает им вызов. Скоро Лори помолится и о вас. Будьте готовы к этому. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. У меня болела шея. Я думала, надо ехать в хиропрактику. Пару часов спустя я слышала ваш старый выпуск с Кеном Питерсом. Сит сказал, сейчас у зрителя прошла боль в шее. В ту секунду на моей шее словно прокатилась волна. Я дотронулась до нее. И когда я повернула голову, шея больше не болела. Ваша передача изменила мою жизнь с Богом. Молитвы гостей подняли мою веру на новый уровень. Бог есть. Он всемогущ. И Его любовь безгранична. Нам нужно оставаться с Ним. Иисус – это действительно путь и истина, и жизнь. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Лори, расскажите о крови Иисуса Христа. Я побывала в тронном зале рая. Я склонилась перед Богом. Он дал мне поручение. Послав молнию на пол комнаты, где я стояла, Небесный Отец наделил меня духовной силой и духовными способностями. Молния ринулась ко мне и меня ударила. Вихрь поднял меня и закружил меня. Я стояла на земле. Я не была готова служить Богу. После этого ветер унес меня из зала, где стоял трон Господа, и куда проник тот белый туман. Я так радовалась. Меня переполняли радость, восторг и ликование. Я сказала, я могу служить Богу. Ангел, который сопровождал меня, начал играть со мной в догонялки. Сид, ангел учил меня быстро бегать. Он догонял меня до тех пор, пока я не запыхивалась. Вы понимаете, когда я выбивалась из сил, меня настигал очередной электрический разряд молнии. Смотрите, я постоянно нуждалась в этом. Если ты устал, то попроси сил у Небес. Этот ангел учил меня бегать, служа Господу Богу с радостью. Я бегала, пока не развела этот навык. Потом ангел и я вошли в лифт. Мы ехали вниз. Я спросила его, как ты думаешь, они поверят мне? Он сказал, Бог не просил тебя убеждать, чтобы они верили тебе. Он сказал, сходи к ним и расскажи истину. Можно отрепетировать это с тобой? Давай. Я спросила, когда ты спасся? Я всегда был спасен. Это репетиция, ладно. Я сказала ему, когда ты спасся, то тебе дали вот этот маленький наперсток. Тебе дали его. В этом наперстке хранится капля крови. Это святая кровь Бога. Если окунуть палец в эту святую кровь, то она станет прозрачной. Применяй кровь там, где в ней нуждаются, потому что нет ничего сильнее, чем кровь Иисуса Христа. Окуни палец в его кровь и приложи его к своей проблеме. Она поможет тебе исцелиться или очиститься. Ты нуждаешься в крови Иисуса Христа. Ангел сказал, ты сделала все правильно. Двери лифта открылись. Мне необходимо сказать это учителям и проповедникам. Мы не применяем кровь Христа. Мы даже не думаем о ней. Бог не проявляет свою силу, потому что мы не говорим о крови Христа. Не бойся, что у тебя всего лишь капля. В одной ситуации тебе нужна капля. Когда возникнет новая ситуация, то в наперстке будет новая капля. Бог позаботится об этом. Я служила, и я не думала, поверят мне или нет. Расскажи об этом всем христианам. Беги скорей. Расскажи всем о моей силе. Прежде всего, в любой ситуации всегда и постоянно нужно прибегать к помощи Господа и Его крови. Никакое благословение не приходит без действия крови Христа. Мы побеждаем кровью и нуждаемся в ней. В этом учении мне нравится рассказывать истину о силе в крови Господа Иисуса Христа. Бог решает все проблемы с силой крови. Когда Христос пролил кровь на Голгофском кресте, то Он сказал, «Свершилось!» Благодаря этой силе крови Христа все возможно Богу. Нам нужно только верить. Познай силу крови Господа Иисуса Христа. Лоре нравится учить христиан о том, как им видеть сведение от Господа. Она учит этому и детей. Она научит вас тоже. Расскажите нам. А я учу детей так. Когда ты ложишься спать, твой Небесный Отец не спит, и твой Дух не спит. Поэтому ты можешь видеть видения и не думать, что это ты сам выдумал их. Это сработает и для взрослых. Когда ты идешь спать, то попроси Иисуса взять тебя в рай. Я хочу быть с тобой. После этого дети рассказывали мне о том, как Бог брал их в рай. Он показывал им разные места в раю. Он показал им галактики. Им было интересно. Они узнавали Бога. Когда ты узнаешь Бога, то ты не уйдешь от Него. Ты видел реальность. Дети приходят и рассказывают об этом. Я хочу видеть то, что видели они. Бог дает тебе видение. Ты познаешь Его. В этом случае ты укореняешься в Его любви. Любовь остается с тобой. Лори, пожалуйста, попросите Бога наделить зрителей этим даром. Я хочу иметь видения и сны, такие же, как и вы. Вам нужны видения и сны, как у Лори. Так что молитесь. Спасибо. Проверьте себя. Избавьтесь от неверия. Если Святой Дух показывает на грех в вашей жизни, то покайтесь. Вы просите Бога приблизиться к небесам. Поэтому вам нужна святость и праведность. Это очень важно. Молитесь так. Господь, исследуй мое сердце. Господи Боже, сейчас мне нужна Твоя святость. Прости меня за грех. Иисус, у Тебя нет предубеждений. Мы хотим прийти в рай. Ты знаешь то, что нам нужно увидеть. И когда мы побежим по пути правды, Иисус, я прошу Тебя об этом. Я прошу Тебя за себя и за моих друзей. Приготовь нас к этому сегодня. Иисус, сегодня они пойдут спать. Приди к ним, когда они будут спать. Попроси их согласиться с Твоим Словом. Мы оставляем неверие. Ты великий Царь. Ты любишь нас. И хочешь, чтобы мы были в раю. Приблизь нас к Себе. Чтобы мы увидели это. Чтобы мы держались этого и изменились. Боже, сжалься над нами. Господь, помилуй нас. Дай нам видения, которые изменят нас. Я молюсь об этом во имя Христа Спасителя. Ты сделал все, чтобы вернуть нас к Себе. Чтобы мы были с Тобою. Кровь этого Бога спасает людей. Это Бог, чья кровь открыла нам дорогу в небеса. Спасибо, Иисус. Только вертим. Все возможно. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Во время просмотра одной из ваших передач по телевизору, ваш гость молился за исцеление плеча, и я приняла это исцеление. Мое правое плечо болело, и я не могла спать на правом боку. После его молитвы у меня больше нет проблем, и я могу спать на правом боку. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Айзея. За несколько дней я стал верующим во Христа. Я изгонял бесов. Это было 10 лет назад. Я до сих пор живу в сверхъестественном. Смотрите меня в следующем выпуске с Сидом Ротом. Я расскажу вам, как видеть чудеса каждый Божий день. Не пропустите эту программу. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 2 тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы.